Жители города, которые уже имеют аттестат о среднем образовании, могут также сдать единый госэкзамен для поступления в высшие учебные заведения. Желающим нужно обратиться в администрацию города, в департамент образования и молодежной политики. Для регистрации заявлений заявителям необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющий личность. Необходимо оформить заявление в установленной форме об участии в ЕГЭ, а также оформить согласие на обработку персональных данных. При этом выпускникам предыдущих лет также необходимо предъявить документ, оригинал документа. Для 509-классников 9 февраля пройдет пробный экзамен по русскому языку в виде собеседования. На нем проверят умение понимать и пересказывать текст, общаться, отвечать на вопросы. Этот зачет – пропуск на ОГЭ. Без него ученик не будет допущен к экзаменам. Для 9-классников школ города первое серьезное испытание 9 февраля будет проходить в очном формате. Это итоговое собеседование по русскому языку. Все 9-классники должны его пройти в обязательном порядке и получить зачет. В случае, если зачет не будет получен, тогда будут еще две попытки для пересдачи данной формы. Это 9 марта и в мае еще дополнительная дата. И только после этого 9-классники будут получать допуск к сдаче государственной итоговой аттестации. Итоговое собеседование по русскому языку – это такая дополнительная форма, где ребятам предстоит выполнить три задания. Это чтение текста, монологическая речь, то есть диалогическая речь, когда они выступают в беседу с педагогом, и ответы на вопрос. Есть специальные критерии, есть специальные программы. Сейчас школа готовится ко всему, к этому процессу. И 9-го мы начинаем работать. Продолжение следует...